Адвокаты второй день не могут найти своего подзащитного Алмкадыра Бищеналиева. Бишкекские патрульные применили автоураган. На Иссыкуле проходят рейды. Перестрелка на границе, состояние пострадавших военнослужащих тяжелое. Все подробности, благо, кстати, прямо сейчас. Адвокаты второй день не могут найти своего подзащитного Алмкадыра Бищеналиева. Об этом сообщил юрист Кайсин Абакиров. Он отметил, что сегодня приехал в СИЗО ГКМБ и записался для встречи с подзащитным. Спустя час мне сообщили, что Алмкадыра Бищеналиева куда-то увезли. Я прибыл в следственное управление Генеральной прокуратуры, но там никого не было. Мы не знаем, где он находится. Вчера тоже группа адвокатов приехала в следственное управление и ждала до обеда. Хотя Бищеналиев находился в здании, нам не дали встретиться с ним, сказал Кайсин Абакиров. Напомним, Генеральная прокуратура возбудила семь уголовных дел в отношении министра здравоохранения Алмкадыра Бищеналиева. Одно уголовное дело возбуждено по статье о коррупции, два – о вымогательстве, взятке и четыре – по статьям о злоупотреблении должностным положением и заключении заведомо невыгодного контракта. Все. Все. Приехали. Да прогрелись. Помимо главы ведомства в рамках дела о коррупции при закупке вакцины от COVID-19 задержанный заместитель министра Ухбек Бектурганов, директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ищенопысова и заведующий отделом лекарственных средств и медицинских изделий Султан Сатарбеков. Сегодня президент Садыр Джапаров временно отстранил от работы главу Минздрава и генпрокурора. Трое заместителей министра здравоохранения Джалалидзин Рахматуллаев, Джапар Култашиев и Ухбек Бектурганов освобождены от занимаемых должностей. Я просто похлопаю. Ранее на пресс-конференции они выступили с обращением на имя президента Садыра Джапарова и главы Кабмина Аклбека Джапарова. Медики попросили рассмотреть соответствие Алмкадыра Бищеналиева с занимаемой должности. В Иссыкольской области с помощью спецоборудования начали штрафовать водителей за нарушения, сообщил пресс-секретарь управления патрульной службы милиции Бишкека Байгазы Айткулулу. Патрульные проводят в регионах рейд с применением комплекса «Автоураган», который ранее в тестовом режиме заработал в столице. Аппаратура размещена на патрульных автомобилях. Камеры автоматически считывают номера машин, по которым будет отображаться информация из базы данных. Сотрудники УПСМ, прибывшие на открытие туристического сезона, провели рейдовые мероприятия в городах Балыкчи и Челпоната. За шесть часов они оформили соответствующие протоколы на 77 авто. 21 машина водворена на штрафстоянку, 10 из них выявили по программе «Автоураган», рассказал Айткулулу. Сегодня и завтра рейдовые мероприятия продолжаются в Караколе. В Минздраве проинформировали о состоянии пострадавших военнослужащих на кыргызско-таджикской границе. По данным ведомства, у 21-летнего Сумбекаулу закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга легкой степени, перелом поясничного позвонка, состояние стабильно тяжелое. Военнослужащий находится в сознании, он госпитализирован в отделении нейротравмы. У 22-летнего Джалилова травма черепа, шеи, грудные клетки, левого плеча и лопатки слева с огнестрельным переломом, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, вторичная ишемия, теменной и затылочной доли головного мозга слева, обусловленная экстратравозальным давлением сосудов шеи слева, ушиб ссадины лица, осколочный перелом ости левой лопатки с наличием множественных инородных тел. Состояние оценивается как тяжелое, ему проводится операция. Напомним, перестрелка на кыргызской и таджикской границе произошла вчера 3 июня примерно в 12 часов дня в местности Булак-Паши Баткенского района. Пограничный наряд Кыргызстана обнаружил военнослужащих соседней республики. Между нарядами двух стран произошла перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы. Пострадали двое кыргызстанских военнослужащих. На этом все, оставляйте свое мнение в комментариях, и это будет, как всегда, кстати.